дорогие друзья всем привет с новым месяцем месяц nissan у нас был хороший месяц дай бог будем сегодня говорить про важную тему и это радость мы учимся что радость очень очень важная вещь в духовном и конечно материальном сейчас начинается месяц nissan это даже наживая называется даже месяц обновления ходы шайт хочу и до этого у нас был месяц отдал что называется тоже месяц радости говорят что есть большая заповедь быть всегда радости а в месяц одар добавляют радость иметь ввиду что у нас был месяц одар до сих пор мы подготовились с много радости к месяцу ниссану и центральный наш ивент что есть месяц ниссан это праздник песок когда народ израиль выходит из египта и отсюда мы уже понимаем сколько это важная вещь что человек должен подготовиться на какой-то духовный момент что он очень высокие то что мы выходим из египта такой очень важный праздник песок что мы были подготовлены него с много радости и кроме этого очень важно как как мы учим что как вообще человек его духовная работа должна быть она в радости когда народ израиля выходит из египта написано бесимха в радости вы выйти имеет ввиду что человек каждый учила у каждого человека есть его центральный его египт каждый из нас много говорят про это что мы должны выйти из египта сегодня тоже каждый из нас должен выйти из египта есть египт он находится в нас это грусть это лентяйность это плохие мысли и так далее и как делается духовная работа как мы выходим из нашего египта как народ израиль выходил из египта мы говорили сейчас из радости мучимся отсюда что радость это очень очень важная вещь и это очень самая тяжелая вещь как говорил всегда раби нахман митсва льет без им хатамид заповедь это быть в радости всегда и все коучеры сегодня про это говорят думать позитивно и так далее все что надо правда понять это же это работать на вот эту тему потому что это очень тяжелая работа человек может делать заповеди он может идти каждое утро молиться он может делать все что он хочет он может работать он может спортом заниматься но когда он не в радости он типа как живой он полумёртв скажем вот так у него не важно что он делает сделал получше сделал похуже этому не важно когда человек в радости у него всегда есть какое-то обновление что он делает из-за этого нам надо быть всегда стараться быть да это очень легко сказать это тяжелая работа стараться быть как можно в радости вот так особенно духовная работа потому что когда мы будем делать какую-то заповедь когда мы будем молиться на будет помогать другим когда будем улыбаться один второму когда мы будем помогать каким-то человек какому-то человеку мы будем это сделать много радости вот эта радость нам дает больше силы чтобы продолжать делать и так на будущий дай бог чтобы нам было много радости чтобы этот был месяц обновления чтобы мы вышли правда из нашего египта каждый у есть его как сказать мы как коллектив у нас есть наш египт это там не знаю люди сегодня много там как время они тратят как они говорят один второму как они не уважают один второго и так далее вот этим негативные ситуации дай бог чтобы мы как коллег как коллектив вышли из этого египта и кто же каждый его персональный египт один человеку не уверен себя один человек всегда злой один человек всегда грустный чтобы мы вытащили что мы вышли каждый из этой ситуации и это может быть правда с радости тоже нам говорит об и нахман когда человек в радости не важно в чем у него уже есть опция быть более удачи чтобы дай бог у нас было много радости чтобы был у нас хороший месяц и чтобы у нас был дай бог хороший песок смога радости всего хорошего до свидания